Общественная организация Оренбуржья, власть всех уровней, педагогическое сообщество, правоохранительные органы и другие структуры и службы впервые собрались вместе на одной площадке. Такой форум необходим для того, чтобы обсудить и соизмерить свои действия на день сегодняшний и определить дальнейшую стратегию, что еще можно и нужно сделать для будущего России. Тот лозунг, о котором я часто вспоминаю и говорю, что все лучшее детям, Вот мы это много лет говорим, но, к сожалению, не все делаем. Дома что в первую очередь? Кому? Детям. А почему чиновники и руководители предприятий, приходя на работу, что-то меняется? Вот не должно меняться, вот все должны помнить, принимать участие в этих правах, самое главное, в работе, во благо детей. Общественных формирований в Оренбурже довольно много, и у каждой организации накоплен богатый опыт работы. Реализуется большое число проектов, связанных именно с поддержкой материнства и детства. Наша общественная организация, Совет женщин, которую сегодня мы представляем на стенде, она имеет большую историю. И у нас одна из программ, которые мы реализуем все эти годы, это крепкая семья, стабильное государство. Оренбургский благотворительный проект «Тепло детских сердец» вошел в сотню лучших благотворительных проектов России. У губернатора была возможность загадать желание, задав свечу на именинном пироге. Как это вот уже пять лет делают ребятишки из малообеспеченных и неполных семей. Мы хотели показать также губернатору, рассказать о нашем проекте, чтобы он также смог загадать желание, также почувствовать себя ребенком и, соответственно, исполнить его желание. У губернатора Оренбуржья заветных желаний вне всяких сомнений предостаточно. Особенно, когда речь заходит о такой теме, как материнство и детство. И одно из них, возможно, уже сбылось. Мы добились главного. В 2012 году впервые за 20 лет в области зарегистрирован прирост населения. Можно было и похлопать. Ольга Курганская, Игорь Бероев. Новости дня.